Мир вам, братья и сёстры, христиане! Евангельский христианин Ховард Питтман, Соединённые Штаты Америки, был в состоянии клинической смерти, находился возле ворот рая на третьем небе. Это свидетельство я хочу прокомментировать, братья и сёстры, и сказать вам следующее. В моей практике я очень многое слышал, разного рода откровений, в том числе о рае, о аде. И хочу вам сказать, что где-то одна десятая часть от Бога, очень многое просто выдумка, даже скажу, более заказная выдумка. Многие оправдывают себя тем, что пусть они даже что-то и выдумали, но это же будет содействовать спасению людей. Нет, братья и сёстры, Бог не нуждается во лживых откровениях. Есть часть, которую дьявол показывает, бесы показывают. Они тоже могут обманывать людей и изображать, что будто человек был на небе, или был там возле ада, или в аду, и тому подобное. Только малое число свидетельств, откровений, видений, которые действительно от Бога. И это одно из таковых, братья и сёстры. 3 августа 1997 года, пережив внутреннее кровоизлияние, Ховард Питтман оказался в состоянии, когда его дух вышел из тела. Он прошёл, как сказал, завесу. Он находился сначала в темноте, и было показано ему, он увидел, несмотря на эту темноту, увидел свою роду такую ленту, где было написано место списания. И как человеку положено однажды умереть, а потом суд. Это место списания дало ему понимание того, что он реально перешёл с этого мира в иной мир. И что смерть коснулась не только кого-то. Потому что, как он говорит, что многие люди, я с этим согласен, многие люди представляют смерть как нечто то, что должно случиться с другим, но не с ним. И когда человек сталкивается, что это коснулось лично его, конечно, в некоторой мере человек находится в неком состоянии такого, ну я бы даже сказал, шока. Ангелы взяли его дух и отвели к третьему небу. Он находился возле ворот рая и слышал голос Бога. Но перед тем, когда он боролся со смертью, когда его дыхание стало тяжёлым, он услышал голос, очень сладкий, приятный голос. Он сказал, что никогда в жизни не слушал ничего более прекрасного. И он подумал, что это голос Божий, который сказал ему, перестань дышать, остановись, не дыши. Сейчас всё закончится. Покой, безопасность. Всё, что тебе нужно, всё, когда ты чего-то желал, будет твоим. Вот такой дословно голос услышал Ховард. Поскольку этот голос был очень приятен, ещё раз говорю, он сравнивал этот голос с музыкой, но даже не слышал в своей жизни такой прекрасной музыки, как этот голос. Кроме того, он говорил следующее, что вот безопасность, вот всё заканчивается, и чего-то не желал, ранее всё будет твоим, всё исполнится. И он начал поддаваться этому голосу. Он перестал так бороться, его дыхание начало умедляться, умедляться, но в какой-то момент он понял, что это обман, потому что он перед этим просил Бога, чтобы Бог продлил ему дни. Когда-то Эзекия просил Бога, и Бог продлил ему жизнь на 15 лет. И он понял, что его просьба к Богу и эти слова, они не соответствуют. И что это обман. И он понял, что это слова дьявола. Что полезного, что назидательно для нас, братья и сёстры, в этом откровении? Будучи евангельским христианином, проповедником, он стоял на позициях, как многие стоят, что мы спасаемся праведностью Иисуса Христа, если мы спаслись однажды, то наше спасение уже никогда не потеряется. то есть можно сказать так, что вера, главное веровать. А какова твоя жизнь, ну и быть неплохим человеком. А какова твоя жизнь, это не столь важно, потому что мы спасаемся праведности Иисуса Христа. Если человек однажды пришёл к Богу, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и дальше продолжал жизнь достаточно неплохого человека, не особо даже заботясь о своей святости, то он пойдёт в рай. И вот на этом учении сыграл дьявол. Всё, ты же, христианин, перестань дышать, и будет безопасность. Всё, конец всему, и ты перейдёшь в рай. Но совсем другие слова он слышал, когда он оказался возле ворот рая. И тогда он слышал голос Бога, как раскаты грома. Бог ему сказал, «Твоя вера мертва, твои труды напрасны. Жизнь, которую ты жил и которую предложил мне как христианский служитель, мерзость, которую я отверг фарисеях. Почему ты думаешь, что я приму её? Почему ты думаешь, что я приму её от христианина, христианского типа? Есть миллионы людей, которые живут этой самой жизнью, как ты. Им угрожает мой вечный гнев. Ты не делал их для меня, а для ложного Бога. Ты называл, но не делал меня Господом». Вот такого слова слышал Ховард от Бога, потому что ему было позволено гореть Богу. Он говорил о своих добрых делах, что он сделал доброго. Но Господь сказал, что ты, ну я говорю уже своими словами, что ты не готов войти в вечность, в рай. Твоя жизнь, она не была по сути христианской, только видимость христианская. Почему? Потому что жизнь, которую ты жил, она не была христианской. То есть ты не жил свято. Вот что главное. Поймите, если мы веруем и даже делаем добрые дела, но мы не освящаемся, наша повседневная жизнь, не только наша жизнь на служение, хотя и там мы должны жить свято, и в повседневной жизни мы должны жить свято, мы должны освящаться, точно идти по Слову Божьему, как сказано, «Вникай из себя и учение, занимайся с ним постоянно, ибо таким образом и себя спасёшь и слушающих тебя». Вот что хочет Господь святой жизни. Многие христиане не придают вообще никакого тому значения. Они не зимаются освящением. Есть ложное учение, что мы спасаемся только праведностью Иисуса Христа. Это ложное учение, и это ему было открыто. Он был евангельский верующий, он был проповедником и делал, соответственно, и нечто доброе для Бога, но он не освящался. Что имеется в виду, братья и сёстры? Вы знаете, я неоднократно говорил о других проповедях. Нужно изменять свой характер, нужно даже контролировать свои мысли, не допускать и не крутить греховные мысли, следить за своими устами. Очень многие христиане, преобладающие большинство дня, чтобы они не обманули, смехотворство, неприличная одежда, уклонение от чадородия, суета, очень мало молитвы. Бог открывал, что хотя бы нужно один час в день молиться и тому подобное. То есть душу отдать Христу, свою жизнь отдать Христу. Понимаете? Тот, кто достойно принимает плоти кровь Господню, будет жить «мною» написано. «Мною», то есть имеется в виду Господом Иисусом Христом, значит, он будет советоваться с Богом. Что делать? Как поступать? Как говорить? И поэтому Господь не скажет такому «я не знаю тебя», потому что ты часто, часто, ну, другому скажет «а я знаю тебя». Почему? Потому что ты часто говоришь со мной, молишься. Ты когда хочешь принять какое-то решение, ты советуешься со мной. Что скажет Господь через Слово Своё? Как бы поступил Иисус? Что открывает Дух Святой? которое тоже проверено через написанное Слово Божие. Я так хочу поступать. Мне выгодно это или не выгодно? Устраивает или не устраивает? Вот такой человек Божий, братья и сёстры. Также ему было сказано, что многие христиане, преобладающие большинство христиан, они служат в действительности, хотя называют Иисуса Христа и Господом, но в действительности они не делают Иисуса Господом. Потому что они не поступают, как рабы Господни. А фактически служат, как фарисеи служили во многом, как Господь говорил, как украшенные гробы. А фактически служили Богу века сего, как мы читаем в Слове Божьем. Для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не выселил свет, благорестовление, а славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Также и дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дано было ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. И поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге «Жизнь у Акнеца», заклона от создания мира, кто имеет ухо, да слышит. То есть, многие христиане, преобладающие большинство христиан, они служат фактически. Та жизнь, которая является будничной жизнью, повседневной жизнью, и поймите, настоящая вера в цифрах. Настоящая вера — это вера, казалось бы, на первый взгляд, такая монотонная, но она показана в повседневной жизни. Какова наша повседневная жизнь? Вот такая наша настоящая вера. Если мы действительно следим за тем, чтобы не согрешать, мы этим серьёзно занимаемся, мы меняем свой характер, резвовое заднее, и просыряемся вперёд. Мы следим за своими мыслями, своими взглядами, своими устами. Мы этим занимаемся, усовершенствуемся. Это одно из главных, чем мы увлечены, скажем так, будучи христианами, чтобы проблизиться в нового человека, в подобии нашего Господа Иисуса Христа. Что толку, если человек говорит, что он верует в Иисуса Христа, и бесы веруют, но они живут мерзкой греховной жизнью. Ему было, кстати, показано второе небо, было показано дьяволову, показано князей бесовских, которых обольстил дьявол. И сказано, что преобладающие большинство христиан, не только мир, христиан фактически служат Богу века сего, и ему было сказано, что твоя вера, потому что он стоял на такой позиции, как я говорил, что спасаемся праведности Иисуса Христа. И не надо особо освящаться, переплавлять свой характер и так далее. Ему было сказано, что он не готов, это мерзость, вот то служение его, это как фарисейство, но Бог дал ему возможность еще возвратиться и изменить свой образ жизни. Теперь он проповедует другим о том, что нужно освящаться. С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они сводились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Так же ему было сказано, что недостаточно, если человек крещён Духом Святым и он говорит на иных языках и успокаивается, что всё нормально у него, этого недостаточно, это как бы начало пути иные языки, а главное рядом идёт и крещение огнём. Да и Дух Святой кресит человека для того, чтобы у человека изменялась его внутренность, изменялось её сердце, изменялось его поведение, его характер, он преображался ещё раз говорю в нового человека. Он преображался в тот же образ, как наш Христос, как некогда Есфирь была специально полгода мазана одними мазями, полгода другими мазями, её научали, наставляли, чтобы с простой девушки она уже была царицей. Это прообраз для нас, что когда мы покаялись, когда мы пришли к Господу, даже когда мы получили крещение Духом Святым со знамением именных языков, это начало для того, это всё дано для того, Дух Святой дано для того, чтобы готовить невесту к жениху, чтобы преображать её. Понимаете, как Есфирь преображали и научали её быть уже царицей. Дух Святой Он прежде всего пришёл для того, чтобы, братья и сёстры, бороться со грехом. Со грехом. Помните, как сказано в Слове Божьем, что если кто-то придёт к вам неверующий, то через те дарования, которые вам даны, Он будет обличаться. Тайны сердца будут открываться и указан будет Его грех. Вот что самое главное. Понимаете, потому что Бог Свят и Дух Святой, основное имя Духа Божьего именно Дух Святой, то есть Он будет освящать, освящать христиан, то есть которые сделали первые шаги, чтобы они меняли свой характер, они преображались в нового человека. Вот что самое главное. И Ему было сказано, что рядом идёт сокрещение духовственными сознаниями и иных языков, и вот это крещение, и вот Дух Божий, Он преображает человека и происходит вот крещение огнём, вот крещение огнём, крещение Духом Святым, они идут рядом, вот это Ему было ещё открыто. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущие за Мною сильнее Меня, я не достоин понести обуви, Он будет крестить вас Духом Святым и огнём, лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свою, соберёт пшеницу свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимый». И ещё, «Не всякой говорящей мне «Господи, Господи, войдёт Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли имени многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Что очень важно, крещение огнём, то есть, когда человек проходит определённые испытания, трудности, а самое главное, самое главное, то есть, огонь Божий, он будет сожигать нашу, вот те, скажем так, проказы, вот те недостатки, вот те наши привычки старого ветхого человека. Он будет переплавлять нас, как золото, сожигать то всё греховное, нечистое, что есть в нас. И мы должны этому подчиняться, мы должны идти за этим, пусть даже это будет нам невыгодно, иногда тяжело, иногда даже болезненно. Мы должны принимать обличение от Духа Божьего, мы должны менять то, что написано в Слове Божьем и изменять то, когда нас наставляет в истине Божией, братья и сёстры. Возлюбить и обличение, возлюбить вот это духовное лечение, вот это преображение, вот в чём нуждается Господь. Отойдите, мы все делающие беззаконие, что толку, что вы веровали, даже что-то делали хорошее, но вы не освещались, вы не изменяли свою внутренность, вы не изменяли свой характер, свои мысли, свои пожелания, свои дела, свои уста. Вас всё тоже почти что в человека, пусть даже порядочного человека, но мирского человека, а вы народ святой, взятый у дел, вы должны отличаться, существенно отличаться. Взять нынешнего христианина среднестатистического и поставить его с мирским человеком, например, или даже пусть возьмём евангельская христианина, баптист, пятидесятники и вместе с православным католиком поставить рядом. Большая разница. Когда-то, хочу вам сказать, христианство было посильнее евангельское, но сейчас особой разницы нет. Вот это крещение огнём, то есть когда идёт то, что нам иногда болезненно, что нам не хочется, но Бог будет переплавлять Духом Святым нашу внутренность, делать нас новым человеком. Также ему было сказано, дано послание с пяти пунктов. Первое, что мы живём в ладокийский период. Второе, что наш противник дьявол, его нельзя недооценивать. Третье, что нужно жить святой жизнью. Четвёртое, что мир достиг дней Ноя, где главными ценами являются богатство и наслаждение. И пятое, это то, что я говорил вам, что крещение Духом Святым сопровождается крещением вместе со крещением огнём, то есть изменение человека, внутренности человека, его сердца, ну и соответственно и внешний человек будет тогда конечно изменён. Потому что говорят вот внешность ни при чём, что в сердце нет, братья и сёстры, что внутри, внутри. От избытка сердца горят уста и внешность соответственно. Есть немало мест в Писании, где Бог уделяет внимание внешности, потому что именно то, что внутри делается, если человек, если сестра она скромна внутри, то, конечно, она не оденет мини-юбку. Если она послушна Богу, послушна мужу, она оденет покрывало. Это прямо взаимосвязано. Поэтому ещё раз говорю, стоит прислушаться к тому, что он говорит, потому что ему было указано это 1979 год, прошло более 40 лет, ситуация ещё хуже. Ему было показано, что делается возле ворот рая. Ему было показано смерть людей за 15 минут. За 15 минут было показано ему, что умерло около 2000 человек. Если брать даже статистику официальную братья-сёстры, то считается, что около двух человек умирает за секунду. Если брать, что 15 минут это 900 секунд, значит, это приблизительно та же цифра. Но показано, что только 50 человек пошли в рай, а 1950 человек не вошли в рай. Понимаете? Только 2,5% людей. Если брать христиан, то это около 7% христиан. Насколько я понимаю, братья-сёстры, и вижу, что делается сейчас, то эта цифра ещё меньше. Есть данные, что спасутся от 1 до 3% христиан. Я тоже вижу, что где-то 1% христиан. Но даже если 7% христиан или 2,5% от всех людей, которые умирают, спасаются, то вы понимаете, какой отбор идёт. Как нужно стараться и точно жить по Писанию? Не смогли пройти ни в небо, в рай из-за того, что не жили святой жизнью, не жили в точности, что требует Слово Божие, что требует Новый Завет. Мало просто покаяться, стать христианином, веровать Иисуса Христа и жить себе обыкновенной жизнью. Нет, братья и сёстры, нужно тщательно начинать изменять свою жизнь. Кроме того, нужно серьёзно бороться со врагом, который пытается нас обольстить, обмануть, завести в ложные учения, завести в разного рода обольщения, хитрости, обманы или даже просто грубый грех, скажем так. Поэтому бодруствуйте велико. Я уверен, что это откровение одно из немногих от Бога. И оно сказано было, оно призвало этого брата покаяться. И будучи христианином, будучи проповедником, ему нужно было ещё покаяться и начать жить со всем иной жизнью, святой жизнью, серьёзно заниматься с освящением, и он передал это. И он указал на то, что очень сильная борьба идёт духовная. В дьявола очень сильно всё спланировано, очень сильно всё продумано. Его князья бесовские дают приказы бесам своим. Они очень серьёзно занимаются, чтобы обольстить людей. И многие христиане фактически служат этому Богу с маленькой буквы века сего дьяволу, хотя думают, что они христиане. Тот христианин настоящий, который ещё буднями своими, повседневной своей жизнью, живёт по-христиански, который мыслит, старается мыслить и советуется с Богом, как поступить, правильно или нет. Который вникает в себя и в учение занимается всем постоянно. Понимаете, который серьёзно занимается священием, и он, конечно же, будет расти духовно, и он будет отличаться серьёзно от мирских людей, от многих христиан, и нести в том числе и гонения в том числе от многих христиан. Кто распял Иисуса Христа? Кто более виновен? Пресвященники, священники, фарисеи, саддукеи, те, которые должны были принять Иисуса Христа? Более всего Его поддержать, они фактически виновны более даже, чем Понтий Пилат, чем римские солдаты в смерти нашего Господа Иисуса Христа, в Его распятии. Но Он воскрес, братья и сёстры, воскрес, и мы воскреснем, если будем жить святой жизнью. И да поможет вам в этом наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова